Молодые инноваторы. В политехе прошел полуфинальный этап конкурса IT-прорыв. Свои разработки на фестиваль представили студенты и аспиранты технических вузов нашего города. Конкурс проходил в шести номинациях. Ребята презентовали проекты в области медицины, образования, радиоэлектроники и энергетики. Разработки самые разные. От аппарата 3D-сканирования до интернет-программ, электронного расписания для студентов. Лилия Дворецкая представила сервис для дистанционных образовательных программ. Он представляет собой набор упражнений на концентрацию внимания. С их помощью студенты смогут обучаться быстрее, а офисные сотрудники работать эффективнее. По словам автора проекта, уделяя тестам всего по 15 минут в день, человек впоследствии сможет контролировать свою мозговую активность. Там есть карнитура, она снимает сухие датчики, они снимают активность мозга, то есть записывают энцефалограмму. Она передается по блютуз-модулю в компьютер, там софт это обрабатывает, и на выходе мы получаем результат уже. График, где максимум концентрации, где минимум. Такой конкурс в Политехе проводят уже второй год подряд. Здесь студенты могут не только поделиться своими разработками в области информационных технологий, но и познакомиться с будущими работодателями. Кстати, проекты оценивали руководители ведущих промышленных компаний нашего города. Они отметили, каждой разработке найдется достойное место на современном рынке IT-технологий. Этим проектам, которые я вижу, нужна не техническая помощь и доработка, а больше западная обертка маркетингового формата. То есть это продвижение, красивые слова и картинки. Вот это более им нужно, а на самом деле все остальное у них есть уже. Победители регионального этапа смогут принять участие в финале конкурса. Итоги состязаний подведут в мае. Эксперты отмечают, игра стоит свеч. За прошедшие два года IT-прорыв собрал около трех тысяч проектов. Лучшие из них получат поддержку инвесторов, а также доступ к информационным ресурсам компаний-партнеров конкурса. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова